Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы покажем вам документальный фильм, который в 2013 году стал обладателем Гран-при фестиваля, то есть завоевал главный приз 11 кинофестиваля Покров. Название у него самое простое – Крещение, но одновременно в нем заключена одна из самых главных тайн нашего спасения. Этот фильм посвящен Крещению Руси и самому таинству, без которого человек не может стать и быть христианином. Духовная жизнь любого православного человека начинается с Крещения, как когда-то приняла Крещение и Святая Киевская Русь, приняв на себя крест, мученичество и исповедничество, как показала дальнейшая история. А еще с Крещением люди выбрались из плена языческих представлений о духовном мире и приобрела Христа Спасителя, а с ним надежду на любовь и веру в Царство Небесное, уготованное верным чадом православной Церкви. Фильм Крещения снят современным языком, но ценность его именно в том, что он понятен каждому и полезен всем без исключения. Как часто мы пытаемся кардинально обновить свою жизнь, начать все сначала, с Нового года, со следующего месяца, с понедельника. Кому из нас незнакомо ощущение внутренней пустоты, когда вроде бы все идет своим чередом, работа, дом, семья, отдых, но только внешне все благополучно. Главный парадокс современности. Наряду с ростом уровня комфортности жизни у многих неуклонно растет количество жизненных искривлений, возникает ощущение тупика. Что это? Свойство современности? Или так было и раньше, за горизонтом нашей истории? А может быть проблема кроется в самом человеке? Суета-сует и томление духа. Это определение духовной пустоты было дано не одну тысячу лет назад. И с самого начала своего земного существования человек хочет достичь гармонии между своим внутренним миром и внешним благополучием. Не так давно в календаре славян появился новый праздник с хорошо знакомым старинным названием День Крещения Руси. И отмечать его стали 28 июля, в день памяти святого великого равнопостольного князя Владимира. И в этот день тысячи православных по всему миру собираются в храмах на особенные торжественные богослужения. Звучат проповеди, люди поздравляют друг друга. Ну и в самом деле, а что это за праздник? И почему именно сейчас о нем вспомнили и церковь, и общество? Начало жизни и начало пути нового человека. Бесконечные родительские переживания, радость, надежда и любовь. С первых дней появления на свет ребенка мы стремимся дать ему все самое лучшее, в том числе и то, что с трудом укладывается в человеческом понимании. Таинство крещения – одно из семи таинств. Это таинство, через которое, участвуя в котором, человек входит в церковь, становится наследником жизни вечной. И принимая это таинство, человек отрекается от сатаны всех дел его и всего служения, и всей обердыни его, как читают священнослужители при совершении таинства крещения, такие молитвы перед совершением таинства крещения. «Отрицайся лися сатаны и всех дел его, и всех агил его, и все служения его?» Крещение – слово славянское и означает «погружение». Собственно говоря, крещение подразумевает умирание для прошлой жизни. Человека погружает с головой в воду, в ту среду, где он не сможет жить самостоятельно. Во имя Отца он умирает с тем, чтобы ожить во имя Отца. Умирает во имя Сына и оживает во имя Сына. Точно так же умирает во имя Духа Святаго с тем, чтобы теперь жить в Духе Святом. Развитие человечества неразрывно связано с верой. Именно способность верить во что-то высшее выделяет человека из всех остальных живых существ. Вера определяет культуру народов, их традиции, уклад жизни, менталитет и систему ценностей. Христианство, появившись 2000 лет назад, бесповоротно разделило мировую историю на две части – до и после пришествия Христа в мир. Крестная смерть и воскресение Иисуса Христа стали началом новой эры и без преувеличения нового мира. Апостолы, ученики Христовы расходятся по всему миру для того, чтобы рассказывать людям о самой удивительной истории на все времена. Один из них по имени Андрей, которого позже назовут первозванным, прибывает с христианской проповедью в Крым. И уже именно отсюда отправятся вверх, туда, по течению Днепра, в Киев, для того, чтобы нести веру Христову. И тем самым менять историю навсегда. Апостол Андрей Первозванный отправился проповедовать на Южные Балканы, побережье Черного моря и Скифию. То есть туда, где позже и образуется Русь. Вот на этом самом месте по преданию апостол Андрей ставит крест и, благословляя окрестности, говорит ученикам своим. Видите горы сии? На этих горах благодать Божия воссияет. Будет град великой, и Бог воздвигнет в нем множество церквей. Но укрепиться христианству на этих землях было суждено много веков спустя. Слишком уж крепко здесь держалось язычество. А то эпохи жизни славян сохранилось крайне мало свидетельств. Собственной письменности у них практически не существовало, следовательно, не было и летописи. А то, что сохранилось от немногих пришлых хроникеров, носит весьма противоречивый характер. Арабский путешественник Ахмад Ибн Фадлан, побывавший в X веке где-то в низовьях реки Волги, называет русов грязнейшими из творения Аллаха. Цитата. У них обязательно каждый день умывать свои лица и свои головы самой грязной водой, какая только бывает, и самой нечистой. Описывая обряд захоронения Русича, Ибн Фадлан замечает, вслед за покойным мужем насильно убивали и одну из живых его жен и коня, сопровождая церемонию похорон дикими оргиями и пьянством. Можно прочесть араба и о законах того времени. Если славяне поймают вора или грабителя, то поведут его к длинному, толстому дереву, привяжут ему на шею крепкую веревку и подвесят его на ней навсегда, пока он не распадется на куски от ветров и дождей. У каждого языческого народа, племени или общины были свои культы, обряды и верования. Они и определяли нравы и обычаи каждого поселения. Русы, обитавшие у Среднего бассейна Днепра, находились в постоянном контакте с греками-христианами и волей-неволей перенимали их культуру и обычаи. Поэтому жизнь на берегах Днепра вполне могла отличаться от той, которую увидел путешественник на берегах Волги. Но если говорить о язычестве как явлении в истории Руси и вообще во мировой истории, то само слово «язычество» происходит от славянского слова «язык», что означает «народ». То есть, попросту говоря, это такая народная вера. Формы язычества были различные. И очень жестокие, и менее жестокие. Мы очень мало знаем о языческой Руси. Дело в том, что не сохранилось никаких практически письменных свидетельств, кроме свидетельств византийских хроникеров, в частности, более всего о языческих верованиях и традициях, пишет Прокопий Кесарийский, другие византийские хронисты. Но то, что до нас дошло, в принципе, характеризует русичей того времени более-менее положительно. Известный византийский хроникер Прокопий Кесарийский пишет, «Славяне не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве. И поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается общим делом. Образ жизни у них грубый и без всяких удобств. Вечно они покрыты грязью. Но по существу они неплохие и совсем не злобные. Согласно преданию, варварские обычаи с жертвоприношениями и так называемыми кровавыми требами встречались преимущественно в западном и северном славянском язычестве. В остальной же части Руси культы и обряды были достаточно мирными. Была огромная страна, Киевская Русь, которая протянулась от Новгородского севера до Киевского юга и от Карпат до Волгохского междуречья. Страна была достаточно обустроена. Страна, которая имела связи с европейскими странами, с Константинополем. Русские князья ходили на Константинополь и в 1907 году, и в 1944 году. Игорь Олег, а еще раньше Аскольд ходил. Поэтому нельзя сказать, что это была совершенно дикая, незнаемая какая-то страна. Князья Аскольд и Дир оставили заметный след в истории. Византийские летописцы в подробностях описывают, как именно здесь, у стен Константинополя, появляются новые враги Византии – скифский народ русы. Приплывшие на двустах ладьях славяне опустошают окраины империи. С особой жестокостью они грабят соседние острова, берут в осаду Царьград. Согласно летописи, здесь происходит настоящее чудо. Не на шутку испуганный император вместе с патриархом Фотием на протяжении ночи молятся перед чудотворной Ризой Пресвятой Богородицы. На следующее утро они берут Ризу и опускают ее в спокойное море. Но как только она касается воды, поднимается буря страшная, и огромные волны переворачивают корабли русов-язычников, и мало кому удается избежать погибели. Сраженные увиденным, Аскольд и Дир возвращаются домой. Недолго думая, они отправляют послов в Константинополь с просьбой прислать им проповедника, который бы рассказал о дивной вере, способной совершать такие чудеса. Как гласит византийская летопись, патриарх Фоти направляет в Киев своего епископа. Раскрыв Евангелие, тот рассказывает русам о Христе и ветхозаветных знамениях, которые предшествовали приходу в мир Спасителя. Однако местные князья-язычники не очень-то верят, более того, возражают. Говорят, желаем, чтобы чудо, о котором говоришь нам, ты здесь показал. Мы костер разведем, а ты книгу свою, которую Евангелием называешь, бросай в огонь. Если не сгорит она, обещаем, примем твоего христианского Бога. Что делать? У епископа нет выхода. Он молится, опускается на колени и кладет в раскаленные угли Евангелие. По преданию летописцев проходит несколько часов, однако книга остается цела и невредима. Пораженные русичи держат слово и принимают святое крещение. Это событие входит в историю как Фотива или первое Аскольдово крещение Руси. В 860 году, когда произошел поход на Константинополь Аскольда и Дира, в византийские источники пишут, в частности в окружном послании патриарха Фоти, говорится, что безбожные росы приняли иерарха и теперь вошли в число наших друзей, исповедуют христианство. Мы не знаем, насколько это, как далеко распространялся этот вариант христианства, но какие-то попытки уже появились. В 945 году на Киевский престол восходит княгиня Ольга, овдовевшая после убийства древлянами ее мужа, князя Игоря. О характере этой женщины, тогда еще язычницы, можно судить, исходя из повествования Нестора летописца. Вот как он рассказывает о мести Ольги за смерть мужа. И прибыли к Ольге сваты, 20 древлян, и велела она киевлянам отвезти и бросить их в яму. Склонившись к яме, спросила их Ольга, хороша ли вам честь? Они же ответили, горше нам Игоревой смерти. И повелела засыпать их живыми. И засыпали их. Следующих сватов из числа тех же древлян Ольга хладнокровно сжигает в бане, собственно, пока те моются перед встречей с княгиней. Но чего уж стоит легенда о сожжении Коростыня? Она и вовсе поражает воображение. Вот как об этом рассказывает повесть временных лет. Разгромив оборону Коростыня, княгиня Ольга назначила всем жителям города дань. По три голубя и три воробья от каждого двора. К лапам этих птиц привязали паклю, зажженной серой, и отпустили в освояси. Каждая птица вернулась домой, и все вместе превратили город в пылающий факел. Достоверность этой истории подтвердить сложно, но можно судить о нраве человека. Согласно той же летописи, после жестокой расправы над Коростынем, княгиня Ольга возвращается в Киев и правит не как жена, но как разумный муж. В дружине ее покойного супруга, князя Игоря, стремительно распространяется христианство. Мудрая княгиня не только не противится этому, но и сама интересуется загадочной религией греков. Нам очень трудно сказать, почему княгиня Ольга приняла христианство. Ее сын Ярополк тоже очень симпатизировал, как нам кажется, христианству, судя по летописи. Она ведь не была великая княгиня, она была регеншей при князе Святославе. А Святослав христианство не принял. А чтобы страна стала христианской, христианство должен принять правителя этой страны, великий князь в данном случае киевской. И мало того принять, но и своей государевой волей заставить сделать это всех остальных. Целых 10 лет понадобится княгине Ольге для того, чтобы решиться принять крещение. В 955 году у стен Царьграда вновь появляются русские корабли, но на этот раз с иной мирной целью. На этом самом месте в соборе Святой Софии, а сегодня в Стамбуле здесь знаменитый музей Ая-Суфья, великая княгиня Ольга выстаивает 40 литургий. После этого в присутствии императора Константина патриарх крестит великую княгиню со словами «Благословенно ты между женами русскими! Благословять тебя потомки и в будущих поколениях!» Я думаю, что несомненно пример княгини Ольги для Владимира был назидательным и поучительным. Он видел, как сама Ольга изменилась. Ну, вспомните, какая она была. Помимо того, что ее называют мудрейшей, она была еще такая воительница с характером, и она могла постоять там и отомстить. Так что, в общем, не каждый мужчина был поспособен на такое. Но после принятия христианства она ведь тоже как изменилась. И сколько сделала. И думаю, что в значительной степени ее любовь, любовь, ее изменившийся характер, ее изменившийся облик, ее изменившийся образ жизни оказал влияние на внука Владимира. Княгиня Ольга не смогла крестить Русь, но сумела оставить после себя поистине вечную память. Все свои силы при жизни Ольга сосредоточила на трех направлениях. Первая – благотворительность. Согласно летописи всех нуждающихся, вдов, сирот, больных, Ольга жалеет. И всю необходимую помощь им предоставляет. И более того, делает это тихо и с чистым сердцем. Второе направление – строительство. Ольга возводит храмы Святой Живоначальной Троицы в Пскове, в Витебске, Благовещении Пресвятой Богородицы, на Скольдовой могиле святителю Николаю Мерликийскому Чудотворцу. Ну и третье направление, которому всецело посвящает себя Великая Княгиня, она занимается воспитанием своего великого внука, тогда еще юного Владимира Святославовича, будущего крестителя Руси. Человек рождается абсолютно свободным в выборе своего пути. Это главный принцип, заложенный в нас Богом. Все остальное зависит от нас самих. В Таинственное Крещение подается особая помощь Божия, то, что мы называем благодатью Божией. И, как говорит апостол, вы благодатью спасены через веру. И сияние от вас. То есть это Божий дар. И мы должны это понимать, что все хорошее, чего мы смогли достичь в жизни, и те даже добрые дела, которые мы порой творим, это все делается с помощью Божьей. Это еще и задание. Мы должны же стремиться. И, видя наше искреннее желание, Господь всегда выйдет навстречу и поможет. Всегда будет способствовать добру, которую мы призваны совершать. Крещение, как и любое церковное таинство, может приниматься человеком либо во спасение, либо в осуждение. И здесь самым главным становится то состояние, та внутренняя ориентация души человека, которую он подтверждает ежедневно, ежеминутно, ежесекундно своим выбором. Либо его жизнь будет резонансна жизни Христа, и он будет постоянно перед своим внутренним взором иметь, а как в этой ситуации поступал Христос, как он относился к этой неправде, что он делал для того, чтобы другим людям было лучше. Либо, напротив, его резонансность становится противоположной. И в нем даже самые сильные, даже самые мощные действия благодати Святого Духа не просто затухают, а исчезают без малейшего последствия. Крещение должно человека менять радикально, вводить его совершенно в новую жизнь, жизнь, которая во Христе. После победы над Ярополком на Киевский престол восходит князь Владимир. Согласно повествованию Нестора Летописца, еще никогда ранее на землях Руси не было такого, как он пишет, мерзкого идолослужения, как в начале правления Владимира. Первое, за что берется князь, это религиозная реформа. И именно при Владимире на наших землях появляется невиданный до сели пантеон языческих богов. Капище из таких вот идолов, Перуна, Дождь Бога, Стрибога, по мнению Владимира, должно было религиозно сплотить народ, однако князь ошибается. Реформа проваливается, и Владимир свирепеет. Как результат, растет число человеческих жертвоприношений, и, кстати, именно во времена Владимира на наших землях появляются первые мученики-христиане. И это уже потом, вразумившись, покаявшись, Владимир на месте их гибели возведет свой первый храм в честь успения Пресвятой Богородицы. Это будет потом, а сейчас Владимир – жестокий правитель, чье государство, чья власть зиждется исключительно на реках крови, на блуде и на распутстве. Язычество укрепляется на всей территории Руси, но в результате шаги князя еще больше разобщают народ. Для Владимира проблема веры перерастает из политической в сугубо личную, внутреннюю, духовную. Окружающие Русь-страны уже практически все были христианские. И интеграция Киевской Руси в круг христианских стран была по существу делом времени. И вот Владимир Святославович после того, как начал свое правление реставрацией язычества, вдруг через несколько лет осознал, что язычество больше не может содействовать ни единению Руси, ни развитию, ни полноценному общению Руси с христианским миром. Сотни наложниц, пиры, кровопролитные сражения не делают князя счастливым. Вот как Нестор Летописец описывает жизнь Владимира Святославовича в то время. Аки звербях, много зла творях, в поганстве живях, якоскоти нагу. Участь незавидная, Владимир все чаще вспоминает свою мудрую бабку, княгиню Ольгу, и ее светлые добрые рассказы о греках и о христианстве, которое строится исключительно на любви. Дабы лучше разобраться в себе, Владимир решает больше узнать обо всех вероисповеданиях того времени. Первыми в Киев в 986 году прибывают болгары-магометане. Из рассказа об их вере князю приходится по душе единобожие, однако его настораживает то, что послы-мусульмане ярко описывают ему многоженство. Князь, у которого много жен, подозревает в этом лесть, однако с выводами не спешит. Лишь когда заходит речь о полном запрете на вино, князь, не колеблясь, отказывается принимать исламские традиции. Я не думаю, что мы могли бы принять мусульманство, потому что не в традиции славян эти мусульманские правила и законы, да и, как мы говорили в летописи, что на Руси есть веселье пить, и не можем мы без этого. Затем приходят иудеи. Во время беседы с ними князь спрашивает их, где ваша родина, на что те отвечают, нет у нас родины, за грехи наши Бог рассеял нас. Князь отказывается принимать веру, с которой есть риск утратить отечество. Отказывает он и римским посланникам, неудовлетворенной учением о папстве. Мы привыкли говорить о том, и может даже справедливо, только вот духовной стороне, о церковной стороне. Но здесь не только церковная сторона, здесь образ жизни, здесь порядок жизни. Как Владимир спрашивал этих миссионеров, которые приходили на Русь, а каков закон ваш? Вера и закон синонимы. Вот принятие веры это и принятие строя жизни, закона. И поэтому чрезвычайно важно, что с принятием православного христианства на Русь пришел византийский закон, византийское право. Скорее всего, все-таки князь Владимир не в таком рабочем моменте посылал специально, чтобы ему приводили, доставляли, они ему рассказывали о вере, князь Владимир говорит, нет, не годится, нет, не подходит. По всей видимости, все-таки это было естественным образом. Прибывали послы со своими предложениями, договорами из тех или иных стран, и князь Владимир, и князь между прочим, имея мыслью, как собрать землю русскую, безусловно спрашивал их об их божествах, об их верованиях, для того, чтобы увидеть, что можно принять полезного для Руси. Следующим, кто пожаловал к Владимиру в гости, был греческий философ. Он стал рассказывать ему о Боге, которого исповедуют на христианском Востоке, о Боге, который пришел в мир, чтобы распять себя на кресте. История Владимира поражает. Именно про этого Бога он слышит в детстве. Философа любезно просят остаться и рассказать все, что ему известно об истории человечества, от сотворения мира до подвига Христа. Философ читает Ветхий Завет о первом искушении и грехопадении человека, о ветхозаветных пророках и праведниках, о победах и поражениях. Несколько дней грек повествует князю выдержки из различных глав Библии. Наконец приходит очередь истории подвига Иисуса Христа, которую посланник зачитывает еще несколько дней. Князь настолько поражен услышанным, что велит одарить философа ценными дарами. А годом позже Владимир отправляет своих посланников с ответными визитами ко всем народам, послы от которых были у него, чтобы посмотреть, как те народы служат Богу. Последним пунктом назначения был Константинополь. Русичи встречают не просто с почестями, сами императоры Василий и Константин удостаивают русских послов своего приема. И как раз по случаю здесь, в соборе Святой Софии, а на тот момент это самый большой христианский храм мира, Константинопольский патриарх отправляет особо торжественное богослужение. И пришли мы в греки и водили нас туда, где служат Богу своему, и не знали или на небесах мы, или на земле. Нет в мире такого зрелища, и красоты такой нет, чтобы можно было сравнить. Знаем только, что там Бог вместе с людьми пребывает, и ни у какого другого народа нет такого. Не можем забыть мы красоты той, как всякий человек, когда сначала вкусит сладости, после этого принять горького уже не сможет. Так и мы не можем уже жить по-прежнему. Таким восторгом, согласно летописи, докладывали послы о результатах своего поистине дивного путешествия. Когда он слушал послов, которые пришли из Константинополя, и послы ему сказали, что когда мы были на босслужении в церкви, то не веемы, не знали, где мы находимся, на небесах ли, на земле ли. Вот настолько их поразил этот пышный византийский православный обряд богослужения. И, возможно, это было той последней каплей, которая перевесила, и Владимир сказал, все, принимаем христианство. Только вопрос, где мы его примем, это христианство? Ему ответили окружение бояре, старцы, а где тебе Люба? Он сказал, все, поход на Херсонес. Херсонес, такое название городу дают древние греки, когда в пятом веке нашей эры город становится частью Византийской империи и практически одномоментно превращается в мощнейший культурный, военный, административный центр. Вот они, стратегические морские торговые пути, которые превращают Херсонес в мишень для разных народов и племен. И лишь князю Владимиру, а на тот момент Владимир был влюблен в царевну из Византии Анну. Спустя несколько месяцев осады удается город захватить. Но вообще, вообще другое название Херсонеса – Корсунь. Такое название ему дает племя русичей. Город с тех пор уверенно входит в историю как центр, где зарождалась новая православная восточнославянская цивилизация. Но осада Херсонеса нужна князю не только по религиозным соображениям. Киеву крайне необходим политический союз с Византией. И для этого Владимиру нужно заполучить в жены принцессу Анну, сестру византийских императоров, обещанную ему за военную помощь Константинополю. Руку царевны ему действительно обещают, однако взамен на принятие князем крещения, так как не пристало императорам отдавать замуж свою сестру за варвара. Круг замыкается. Под давлением внешних и внутренних факторов киевский правитель готов к принятию христианства, но у него нет решимости сделать последний шаг. Князь Владимир сомневается до последнего, насколько безболезненно его народ сможет отказаться от такого привычного удобного язычества с его жестокостью и вседозволенностью. Но сомнения развеиваются самым неожиданным образом, согласно преданию Нестора летописца, именно здесь, в Корсуне, князь Владимир внезапно теряет зрение. Владимир ослеп физически для того, чтобы прозреть духовно. И как раз вот на этом самом месте, где он и принял святое крещение. Мы знаем, что князь Владимир ослеп. ослеп после взятия Херсонеса. Это было, может быть, решительным для князя, чтобы испробовать веру своей бабки. Его подталкивало на это условие его же, им же поставленное, жениться на сестре императора. Те ответ ставят условие, что она не пойдет замуж за язычника. Промысл Божий действует не абстрактно, а очень конкретно. Через конкретных людей и конкретные обстоятельства. И то, что случилось с князем Владимиром, это тоже не случайно. В этом есть определенная закономерность. И эта болезнь была к славе Божией. В конце концов, это все увенчалось крещением Руси. Ослепший князь принимает крещение в Херсонесе. Рядом с ним его дружина и ближайшие соратники. Местный епископ наставляет Владимира. «Пусть не искушают тебя некоторые из еретиков. Веруй во единого Бога Отца, во единого Бога Сына и во единого Духа Святаго. Не три Бога, но один Бог, потому что Божество в трех лицах». Молясь, князь повторяет за епископом. «Теперь одно крещение признаю водой и духом, приступаю к причистым тайнам, верую воистину в тело и кровь, и принимаю церковное предание, и поклоняюсь честным иконам, поклоняюсь древу честному кресту, и всякому кресту, и святым мощам, и священным сосудам, верую в семь соборов святых отцов, которые проповедовали правую веру. Когда архиерей возлагает руку свою на голову князя, Владимир прозревает. «Теперь узнал я веру истинную», скажет он своей дружине, и многие бывшие с ним крестятся там же. Для князя Владимира это было тоже огромная победа стать христианином, пожалуй, больше, чем когда он физически захватил Херсонес. Потому что, во-первых, он приобщился к культуре, которую имели эти заносчивые греки Ромеи. Он приобщился к этому христианскому миру, который был носителем величайшей культуры того времени. И он вышел здесь по-своему победителем. Он вышел из купели, во-первых, исцеленным, познавшим силу Божию воочию. Во-вторых, он приобретает себе в княгине сестру императоров. Он таким образом входит в императорский двор едва ли не равным императорам. Потому мы видим, уже монеты выпускаются князем Владимиром, золотники так же, как выпускались в императорском дворе. Владимир отдает Херсонес Византии и возвращается в Киев. Он не берет с собой ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. Его главное сокровище Анна, с которой он венчался. Князь распускает свои гаремы и объявляет, что отныне у него только одна жена. И главное, Владимир отдает приказ разрушить языческие капища. Князь стаскивает идолов и сбрасывает их в Днепр, показывая всю их слабость и недостоинство. Делает это он с полной убежденностью христианина. Он поступает приблизительно так, как поступали древние святые мученики и исповедники, которые входили в храм и падали перед ними языческие божества. Дальнейшие действия князя. Люди еще, вполне возможно, не пришли в себя после этого зрелища, уничтожения их древних божеств. А князь объявляет, кто не придет завтра на реку креститься, тот мне не друг. И вот день назначен. Крещение Руси, как его называют дважды в своей летописи, святой Нестор летописец. Что происходило на Днепре? Князь решил крестить в месте, где соединяется Почайно с Днепром. Вообще-то Почайно это приток Днепра. Она просто выходила из Днепра, входила через подо своими водами и опять возвращалась в Днепр. Это был определенный символ возвращения к тому, что было доселе неведомо. Отделились от Отечества и возвращение воды в Отечество. Точно неизвестно, как долго продолжалось крещение киевского народа. Как свидетельствует летопись Нестора летописца, на берегах Днепра собралось людей без счета и заходили они в воду, кто по шею, а кто по грудь. А священники стояли и молитвы читали. Сам князь стоял на холме и наблюдал, как меняется его народ. Владимир хрестил, а хреститься можно только с верой. И христианство дало нам веру. Веру православную, веру твердую и спасительную. Ничего только не коснешься истории нашего народа, культуры, тех, достижения, которые были при Владимире и которые ныне продолжаются, а мы продолжаем хвалить и благодарить князя Владимира и Бога за то, что они выступили со своим народом как подобало. После крещения киевлян христианство стремительно распространяется по всей территории Руси. В купель вечной жизни вслед за князем Владимиром входят жители Луцка, Полоцка, Турова и Тмутаракани. Далее будут Псков, потом Ростов, Муром, Суздаль и Новгород. Причем повсюду строятся храмы. Только при жизни князя Владимира на территории Руси было возведено более ста соборов. Он стал милосердным, он стал строить храмы, он занялся просвещением людей, образованием, он стал таким милосердным и странно приимным, он стал оказывать помощь бедным людям. В нем произошло это перерождение. То есть докупили, он был одним, после купили стал другим. Вот пример действия благодати Божией, как человек изменился, как он преобразился. Это какое-то вхождение в новую жизнь, в какой-то новый этап жизни, когда перед тобой открывается новый мир. Или можно этот образ, если рассуждать образами, можно подумать так, что ты жил в черно-белом мире, вдруг мир оказывается цветным. Достоевского в одном из дневников есть удивительные слова. Он пишет, что человек это его вера. Вот когда мы пытаемся проникнуть в глубину того или иного человека, или тем более того или иного народа, мы должны понять, собственно говоря, чем живет этот народ или этот человек. Это совсем не та вера, которая записана в символах веры. Это не та вера, которая содержится в гомантических учебниках. Это реальная вера, в которой живет конкретно человек. И вот если мы попробуем сфокусировать наш взор на судьбах русского человека, то есть единственное слово, которое вдруг становится ярким в этом фокусе. Это слово не победы, это слово не величие, это слово одно, это страдание. Едва ли можно найти народ, который на протяжении своей истории столько страдал, и едва ли можно найти народ, который мог это страдание переплавить своей религиозной благодарностью Богу. Если рассматривать ту же повесть временных лет и рассматривать это предание о крещении Руси, ведь его можно рассматривать сугубо историческое точечное, что соответствует, а как на самом деле, а вот куда они там ходили, эти послы, а вот что они... Это возможный, нужный, правильный подход, но он ведь не единственный, ведь можно рассматривать это и вот на таком ценностном уровне, а почему в памяти народа это зафиксировалось так? Почему предание фиксирует например критерий красоты? Это было так прекрасно, говорят посланцы князя Владимира, оказавшись в храме Святой Софии в Константинополе, что мы не знали мы на небе или на земле, и ты понимаешь, что вот без этого их слова не было бы Достоевского со своим красота спасет мир, или ты понимаешь, что Достоевский со своим красота спасет мир, он вот оттуда происходит, а если говорить о всемирном значении, ты понимаешь, что какой-нибудь современный японский католический писатель Сюсааку Энда невозможен без Достоевского, а через Достоевского он связан с крещением Руси, понимаете, какая вот интересная вещь. Летопись сохранила молитву князя-крестителя «Господи Боже, призри на церковь Твою, которую построил раб Твой во имя матери Твоей, и если кто помолится тут, услышь его молитву». Принятие православия на Руси отразилось на культурном, духовном и политическом ландшафте всего мира. Преломление ценностей и мировоззрения одного человека без преувеличения изменили ход всей истории. То есть мы видим такой перелом человеческой личности, мы видим такую вот наизнанку вывораченную душу, что ты понимаешь, что вот там не может быть лжи, вот там не может быть решения, принятого таким по холодному рассуждению, взвесив за и против того, что сегодня называется политической целесообразностью. Конечно, и это тоже, наверное, было, но то, что это оружие, прошедшее через душу, вот в этом у меня лично сомнений нет. Событие это было чрезвычайно важное, это даже трудно переоценить. В данном случае, вот во время крещения Руси были две заинтересованные стороны, и Византия, и Русь. Но Византия от этого получила меньше, чем получила Русь. Византия получила помощь военную от Киевской Руси, Владимир посылал туда корпус шеститысячный, который помогал утвердиться императором, а Русь получила по существу новую жизнь. Я чувствую так, что христианство естественным образом приспособилось к характеру народа Руси, который принял его и стал нести его как свою веру в течение последующих веков. Малоизвестно, что в 20 веке христианство подверглось самому большому испытанию из всех, испытанию мученичества. И я считаю, что Русь очень многому может научить Запад, потому что в это время западное христианство, к сожалению, переживает упадок из-за материализации Запада и поглощенности материальными ценностями. Говоря в общем, имеет место падение духовности. Я считаю, что ценой мученичества огромных масс христиан судьбой было начертано на Руси сохранить эту великую веру. И не только сохранить ее, но заново вернуть на Запад. Я верю, что влияние русского христианства, русского православия огромно. Его духовный импульс может много чего передать пустыне западного интеллектуализма. Есть события, которые влияют на ход истории, есть события, которые больше влияют, меньше влияют, есть события, которые определяют ход истории. Вот совершенно очевидно, что события, о котором мы сегодня рассуждаем, крещение Руси, это события, определившие ход истории. Ход истории для целых народов, ход истории в Европе во многом, и, конечно, мировой истории, потому что оно заложило ценностные основы. Маленькая жизнь, рожденная устремится к совершенству. Кем вырастет этот человек? Какие ценности он выберет для себя через два, три десятилетия? Станет ли это таинство крещения фундаментом всей его жизни? Самый лучший и прямой путь к счастью – это пытаться вложить всего себя в счастье других. Как только мы получаем в своей жизни навык творить счастливыми остальных, мы сами не можем не стать счастливыми, потому что блажение давать, нежели чем принимать. Помним слова Евангелия. Господь говорит «Вы – свет мира, вы – соль земли». Какая будет польза от соли, если она потеряет свою силу? Вот нужно помнить об этом всегда. Где бы мы ни находились, чем бы мы ни занимались, куда бы мы ни стремились, какие бы обстоятельства нас не окружали, какого бы ритма жизни нам не предлагала современная цивилизация, и какие бы красивые соблазны нам не предлагались, нужно помнить о главном, что мы все под Богом ходим, что жизнь земная, городка, что рано или поздно каждому из нас нужно будет предстать перед судом Божиим и дать ответ за каждое свое слово и дело, за все, что мы совершили в этой земной жизни. Крича Господь, аще хочет по мне идти, да возьмет крест свой и по мне грядет. в этой земной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Фильм Крещения не первая попытка осветить события нашего христианского прошлого. И авторам много удалось при его создании. Но жизнь не стоит на месте. Рождаются новые идеи, приходят молодые режиссеры, и мы надеемся, что с каждым годом таких качественных, просветительских и интересных фильмов для любого зрителя будет все больше и больше. Многое еще не отражено в православном кинематографе. Но главное, что хотелось бы видеть в православном кино, это отражение жизни православного человека в современном мире. В кино интересен не только сам человек, ищущий себя в общении с Богом, но и его окружение, обстоятельства жизни и борьбы, и, конечно, победа над грехом ради мира и спасения. С Богом, дорогие друзья! Лучшие фильмы кинофестиваля Покров всегда на нашем сайте, который вы сейчас видите у себя на экранах. Пишите сценарий, снимайте фильмы и радуйте Бога своим покаянием. Мира, здоровья и любви! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова